Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» — «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» — «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава десятая. Почему Зелме дают больше? Имонту нравится смотреть, как работает Валда. Лёгкая, она словно белая бабочка, летает вокруг кресла, на котором сидит какой-нибудь бородатый или волосатый дяденька. Всё, что только нужно, с лёдом попадает в её руки. Гребешок, бритва, кисточка, бутылка одеколона с резиновым шариком. Улыбнётся, и в розовых губах блеснут зубы, как белые бусы. Смех у Валды, как птица, привязанная к шёлковой нитке. Так и норовит сорваться, а уж как сорвётся, так и летает по всей комнате, задевая крыльями потолок, стены и лица всех бородатых и волосатых. Имонт знает, на Валду никто не злится, если надо долго ждать. Даже если у кого-нибудь хмурится лоб, Валда улыбается. Ну, ещё совсем-совсем капельку. В субботу все хотят быть красивыми. Как тут рассердишься? Имонт тоже ходит теперь стричься только к Валде, потому что серьёзность Индена его немножко пугает. В кресле у Индена он сидит, будто аршин проглотил. Снегнущийся, как доска спиной, словно боится, что Инден вместе с прядью волос может прихватить и кусок кожи, и все приказания наклони голову. Выше подбородок. Смотри на окно. Выполняет с таким усердием, что из парикмахерской выходит взмокший, как из бани. Нет, пусть уж лучше Валда. — Побрить или постричь? — серьёзно спрашивает Валда, усадив Имонта в кресло и заткнув ему за воротник салфетку. — Ай-яй-яй, волосы уже до плеч свисают. За модой гонимся? — Ну нет, дорогой, ты отстал. Теперь в моде прическа Ива Монтана. — Кто это такой? Имонт не имеет понятия, но у Валды можно спрашивать смело. — Монтан? Это киноактер. А волосы он носит так, как я тебя сейчас подстригу. — Всё, что делает Валда, приятно. Даже чистку шеи, жужжащей машинкой, вполне можно вытерпеть. И одеколон распыляется душистым дождём. Закончив работу, Валда вертит Имонта перед зеркалом. — Вы довольны? Хорошо. Спасибо. В следующий раз не забудьте заглянуть к нам. В дамском зале у мамы из Элмы никогда не бывает так весело, поэтому Имонт без особой надобности туда не ходит. Только по необходимости, как сегодня, например. Мама хочет, чтобы он подождал. Будет получка, и они вместе пойдут в магазин, чего-нибудь купят. Деньги проверяйте, не отходя от кассы. — Чудно. Какая же здесь касса? — Не курить. А вот ещё появилась новая табличка. — Ча-чаевые не принимаем. И чего только не пишут на стенах. Как на кирпичной стене соседнего дома. Вита плюс Виктора равно любовь. Или, как там было в молельне, «Блаженно твоя обитель». По-другому как-то. Забыл. А у мамы спросить здесь нельзя. Ещё раз сердится. Она и так говорит, «Никому не рассказывай, что мы ходим в молельню». — А почему? Эджу спросит, «Ты никому не говори, что я разбил окно». А Имонт, давая ему конфету, наказывает, «Не говори и маме, что я выпрыгнул в окно». Просит не говорить, если делают что-нибудь зазорное, постыдное. А разве это плохо, что они ходят в молельню? Однажды он так и спросил, «А это плохо, мама?» — Нет, сынок, это хорошо. Только почему же нельзя рассказывать? Ты ещё не понимаешь. Вот тебе и раз. Опять двадцать пять. Чтобы он потом ломал голову, так и не додумавшись, почему нельзя никому говорить, если делаешь хорошее? Так, надписи изучены, прочтено всё, что только было на стенах. Теперь посмотрим, как Зелма орудует валиками. Накручивает тётеньке волосы на блестящие палочки, потом сует её в голову в какую-то пустую железную тыкву, где внутри, говорят, жутко печёт и в уши дует ветер. Пусть попотеет. А когда тётенька вылезает сапрелая, ну и кудряшек на ней, все волоски дыбом стоят. Как Зелма не чешет, как не приглаживает руками, всё равно не может их распрямить. Такая тётенька и уходит, да ещё и деньги платит. А Зелма, вот хитрющая, сама-то не лезет в тыкву. Волосы прямые-прямые, ни одной завитушки, только на затылке гребешок торчит. Наверное, чтобы космы в глаза не резли. А там ещё одна тётя, видно, совсем слепая, глаза залеплены ватой. А на этом столе, почти как у скардов на веранде, пузырьки и пузырьки, один белый, другой розовый, триди красный, ещё один прямо как с черничным соком. Мама, сгорбившись, красит тётенькам ногти. А когда Зелма зовёт, бежит на подмогу. И так всё время. Иммонта уже всё до чёртиков надоело. И тут мама, наконец, на его счастье всё бросает и начинает одеваться. Сегодня получка, они пойдут за покупками. Иммонт ждёт этого дня не меньше самой Илги. Почти вся еда кончилась. Где уж тут мечтать о сластях? Банка с вареньем пустая. В маслёнке остался комочек масла. Мышонку на завтрак. Банка из-под сметаны вымота до блеска. Ещё при Иммонте кассирша принесла и читала всем деньги. Зелме больше. Маме меньше. Почему? Если бы распоряжался Иммонт, он бы всем разделил поровну, чтобы никому не было обидно. Мам, а почему Зелме дают больше, чем тебе? Илга вздрагивает, бросает на Зелму к Ивалду тревожный взгляд и заливается краской. Кто больше работает, тому больше и платит, сладким голоском отвечает Зелма. Мама моя работает много, глядит на неё из-под лобья Иммонт. Помолчи, сынок, просит Илга и краснеет ещё больше. А что ж, Иммонт прав, подойдя, говорит Валду. По-твоему, получается, что Илгу здесь кто-то обкрадывает, не уступает Зелма. Я честный человек, и чужих денег мне не нужно. Как ты торопишься оправдаться, милая Зелма? Ещё никто тебя не обвинил, а ты уже спешишь доказать свою невиновность. Иммонт всматривается во все лица по порядку. В Мамина, в Зелмина, в Валдина. Он виноват. Из-за него всё началось. У мамы глаза подёрнулись пеленой, и Валда не улыбается. Весёлая Валда стоит, не уходит, руки в карманах халата. — Ты чего вмешиваешься, когда тебя не спрашивают, говорит взгляд Зелмы. Тебе что за дело? — Это не честно, громко продолжает Валда. Ты не даёшь Илге заработать. — Чем же я виновата, что все дамы хотят причесываться только у меня? Зелма выпрямляется, большая, тучная. Мама перед ней тоненькая, маленькая, съёжилась в комочек, как он сам тогда ночью в коридоре, когда тётя Расма сказала про него, что он... — А почему ещё года два назад было по-другому? — возражает Валда. — Я помню, Илга работала очень хорошо. Никто не говорил, что ты лучше. А теперь Илге перепадает только то, что остаётся от тебя, Зелма. Всё, что меньше оплачивается. — Я не виновата, что дамы... — опять заводит Зелма. Валда не слушает её, с сожалением глядит на Илгу. — Не понимая, почему ты терпишь? — Неправда, Валда, торопливо отвечает Илга. — Я не жалуюсь, мне так удобнее работать, и я... Эх, Илга, Илга... Стучат к облучке, Валда уходит, в двери мелькает белый халат, золотистый затылок исчезает. — Так вот, благодарность за всё, что я для тебя сделала, — говорит в полголоса Зелма Илге. — Спасибо. — Но ведь я же ничего не... Илга выглядит такой жалкой, словно набедокурила, и теперь хочет вымолить у Зелмы прощение. Иманту жаль маму, и стыдно за неё. Если ссорятся, то надо уходить, как ушла Валда, без оглядки, и так, чтобы застучали каблуки, тук-тук, — Пускай Зелма зовёт, если ей надо что-нибудь сказать. Пускай бежит следом. Пока Илга в соседнем помещении надевает боты, Зелма подходит к Иманту. Смотрит прямо на него, как сова. Имант не отводит глаз. Он готов дать отпор, если Зелма что-нибудь скажет. И всё же из этого ничего не выходит. Он не может расслышать, что Зелма говорит. Потихоньку, быстро выпаливает одно слово. Ему кажется, что Зелма прошипела «Щенок!» Но он, наверное, слышался, ведь никакого щенка здесь нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok